Приветствуйте мои подписчики и гости канала. Сегодня представляю вашему вниманию отзыв и обзор романа Льва Бородина Трики. Роман был опубликован в девятом номере роман газеты в 99 году. И эта роман газета лежала примерно 20 лет у меня. Тогда же, когда я увидел впервые эту роман газету, этот номер, я начинал читать этот роман и бросил, прочитав, может быть, от силы одну или две страницы, потому что текст был совершенно непонятный. О чем шла речь, тоже было тяжело связать. Но это, видимо, из-за того, что тогда я только что закончил школу и у меня были другие заботы. Учеба в институте и так далее. А роман был написан на злобу дня. Роман о том, как... Роман о жизни трех друзей, я бы сказал, не друзей, а приятелей, школьных приятелей, которых жизнь раскидала и совершенно трех разных судьбах. И роман начинается в те дни, описание романа начинается в те дни, когда в Москве стреляли в здание парламента. И из окна квартиры одного из этих приятелей видно было синее пламя, которым горела Москва. А этот приятель попытался в этот момент в пьяном угаре выброситься из окна. Но его удержали и спасли его жена и теща. И это такая краткая зарисовка перед тем, как я начну более подробное описание этого романа. Роман можно разделить на три неравные части. Первая часть это описание, с чего начинается роман, то есть условно современность. Ну для 99-го года, когда он вышел, 93-й год, это была современность. Последняя часть романа тоже современность, про стояние около здания парламента, о том, что там происходило, подробно описывает автор. И середина романа про, так скажем, молодость этих героев этого романа. Почему роман называется «Трики»? Потому что он в нем рассказывается о трех приятелях, у которых фамилия начинается на К. Климова, Крутого и Крапивина. Это три мужчины, которые впервые познакомились с подростками, когда учились в школе. Судьба их сложилась следующим образом. Крапивин стал, ну как наиболее, как более хитрый из Троицы пошел работать в органы в КГБ. Крунтов стал литературным редактором в издательстве и в его обязанность входило цензирирование. Он был цензором. Цензором при публикации научных статей, чтобы в эти статьи не просочились секреты советской армии. И третий приятель – это Крутов. Он закончил литературный институт и работал в педагогический институт и работал в школе учителем русского языка и литературы. Но так сложилась жизнь, что его тесть был одним из знаменитых писателей. Вхож был членом союза писателей. И он помогал продвигать своего зятя в это общество писательское. Помог ему издать то ли сборник стихов, то ли сборник прозы. Но проза была откровенно, как пишет автор Лев Бородин, что эта проза была откровенно плохого качества. Это кратко о героях. Роман повествует о том, как сложились жизни этих героев. Оказалось, что Крапивин очень быстро исчез из жизни этих троих, появляясь очень редко. Один раз он появился в жизни Крутова, чтобы переправить ему девочку Машу. Потом она родила одного сына от Крутова, а чуть позже родила сына от Крапивина второго. Почему она родила второго сына от Крапивина? Чуть позже. Далее Крутов работал в издательстве и в какой-то момент случился казус. Каким-то образом он не заметил и пропустил в печать статью, в которой были сведения, которые могли бы составлять государственную тайну. И его вызывают в КГБ и начинают допрос. Почему, собственно, так произошло? Он каким-то образом выворачивается, но все было бы хорошо. И, возможно, даже связь с Крапивиным каким-то образом смогла бы ему помочь, но, к сожалению, он впутывается в другой омут, в омут диссидентства. И практически где-то треть этого романа посвящена тому, как автор описывает диссидентов. Как они собирались на квартирах, как они читали запрещенную литературу, стихи, обсуждали и ругали власть и так далее. При этом это все было известно Крапивину. То есть он знал, что его два приятеля бывших, приятеля замешаны в этих делах. Но он ни себя не проявлял, он не пытался их вытащить оттуда. Он продолжал наблюдать, подсылал наружу наблюдения, собирал информацию и так далее. И в какой-то момент Крутов попадается. И его за диссидентство сажают на срок в тюрьму. И против него показания дает Климов. Потому что для Климова это был единственный шанс выкрутиться самому. А вот в тот момент, когда вот это все дело происходило, когда его круто высажали, почему-то Крапивин куда-то исчез. И не было никакой возможности спросить, как быть дальше. Но потом и самого Крапивина судьба потрепала. У него был покровитель. В КГБ его начальник, генерал. И он, Крапивин, спокойно продвигался по служебной лестнице. И дорос до подполковника. Был на хорошем счету. Но потом у генерала не заладилась. Как я предполагаю, опять же здесь в романе по годам не расписано. Как я предполагаю, в момент быстрой смены генсеков. И в этот момент Крапивин начинает терять свое положение. И в какой-то момент его списывают в наружные наблюдения. По словам самого Крапивина, со слов этого героя, это была самая нижняя точка в органах. То есть ниже было подать просто некуда. И он какое-то время, помаявшись по наружке, он увидел, что никаких перспектив у него нет. И когда забрежжила новая экономика России, перестройка уже ближе к концу 80-х годов, он устраивается охранником к бизнесмену, к владельцу кооператива и еще к кому-то. А потом переходит на работу в один из новых банков. Тоже в охрану. В охрану, по-моему, владельца банка. И так вот потихоньку живет. И параллельно автор показывает, как происходят дела у Крутого. То есть тот, кто сидит в тюрьме. Его переводят вначале поближе к Москве. И через некоторое время показывают, он рассказывает, как происходит пересылка заключенных в поездах, что творится в поездах во время пересылки, что вахоны переполнены, сходить в туалет не дают, в общем, ходят под себя и так далее. То есть ужас этот тюремный быт. И в конечном итоге его и его дружков, диссидентов переправляют, политических заключенных переправляют во Владимир. И через какое-то время не очень я понял, возможно, где-то упустил текст о том, то ли его выпустили досрочно, потому что уже не было статьи за диссидентство, то ли у него срок закончился. Вот этого я не смог понять. И он возвращается обратно в Москву и попадает, вначале попадает в больницу, долго лечится, может быть, 3 или 4 месяца от всех болячек, которые ему наследили в тюрьме. И он выходит из больницы, у жены долго не появляется, он понимает, что второй сын не от него, и он думает, что второй сын от Климова. Поскольку Крутов думает, что раз Климов ему так против него дал показания в суде, то он, соответственно, и второго сына заделал его жене. И от невыносимости вот этого существования и понимания того, что второй ребенок не от него, он уходит к знакомым жить на какое-то время. И тут начинается беспорядки в Москве по поводу стояния около здания парламента, стояния около здания правительства РСФСР, тогда еще России, но новой России. И он попадает в эту гущу событий, каким-то образом пробирается ближе к палаточному лагерю, и потом он чувствует себя озноб, потому что холодно, уже осень, и он начинает пробираться наружу, домой. Его выпускают, армия выпускает за кордон, и говорят, что ты обратно не войдешь. Он говорит, ну ладно, не войду. И он идет, Крутов идет по Москве, как-то добирается домой уже к жене и детям, и заболевает. Ему вызывают врача, он три дня или четыре дня лежит в повалку, ничего не может делать. И вот это получается, что из-за того, что он заболел, он себя спас от новой тюрьмы, или даже от смерти. Потом спустя какое-то время он снова идет в гущу событий, и оказывается там вместе со своими, со всеми своими приятелями. И Крутов там, и Кримов там, и Крапивин там. А Крапивин, он одет в костюм, а сверху костюма у него билицейская форма. То ли капитан, то ли майор. И вот, и с ним еще какие-то люди, с Крапивиным. И они пытаются, не помню, тут то ли прорваться за кордон, то ли еще что-то. Но их останавливает армия и пытается то ли арестовать, то ли убить, то ли еще что-то. И Крутов просит помощи, он как-то по дороге встречается с бывшими зэками, с которыми он сидел, с которыми он ехал в пересыльном поезде. И он им очень помог в пересыльном поезде, из-за своего ума и так далее, то есть решить какую-то важную для них задачу, для этих зэков. И эти зэки ему помогают освободить Крапивина. И на машине вот одного из этих зэков, которые там уже то ли бандитами стали, то ли новыми русскими, то есть как-то так, они вытягивают из центра Москвы и они уезжают оттуда. И потом они сидят у кого-то на квартире, сейчас точно уже не помню, и они, вот эти три приятеля, и уже выпивают, и закусывают, и вспоминают, что как хорошо, что они встретились и как бы их судьба отвела от смерти в этих беспорядках. Книга очень тяжелый текст. Вроде бы казалось, что сейчас вот быстро все пойдет, все прочитается, но начинаю читать и понимаю, что здесь надо сопоставлять тот текст, который написан с теми фактами, которые были в истории нашей страны. То есть про диссидентов, про политзаключенных, про смену власти, про расстрел парламента и так далее. То есть все вот это знать и когда я вот это все прочитал, стало понятно, почему я не осилил это 20 лет назад, потому что текст действительно он не для подростка. Нужно иметь больше кругозор, больше знаний и как бы такого плана. И в чем еще, скажем так, один из недостатков подобного формата, это то, что глаз скачет с одной колонки на другую. То есть если в одной книге у нас текст идет сплошняком, то здесь как бы не получается захватить текст и иногда глаз перескакивает и приходится возвращаться, искать, перечитывать то, что уже прочитал. Достаточно трудоемкая работа. Автора здесь можно, что сказать, можно похвалить за то, что он проделал большую работу, он собрал материал про диссидентов, как они собирались вместе в 70-е годы. Про работу КГБ, про расстрел парламента, какой был палаточный лагерь и так далее. Про там повадки, про жизнь зэков и так далее, про пересыльные вот эти поезда. Подробная работа проделана, то есть если кто-то хочет почитать что-то в художественном плане про те времена, то да, это вполне хорошее такое литературное чтение. Еще одно преимущество, о чем еще я хочу добавить, это то, что этот роман написан, вот сейчас я посмотрю, когда он был закончен, если я... Если я... А, да, он был закончен 10 декабря 98 года. Он либо был закончен в этот день, либо он был прислан в роман-газету в этот день. То есть 98-й год, 93-й, это практически ряда. Вот 5 лет прошло всего, то есть от событий не... Ничего. Возможно, что именно вот этот расстрел парламента дал возможность, дал повод автору, вот сейчас я его покажу, вот он Лев Бородин дал ему, скажем так, повод для того, чтобы написать этот роман. Идею этого романа. Спасибо за внимание, за то, что вы досмотрели этот видеоролик до конца. Есть на канале другие обзоры и отзывы. Один из них я положу плашкой вот здесь. На другие дам ссылку внизу в описании. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в социальных сетях. После подписки поставьте колокольчик уведомления и поставьте на все уведомления, чтобы получать уведомления о видео. К сожалению, сейчас YouTube стал... перестал показывать уведомления, если у вас не стоят... не стоит галочка «Все уведомления» показывать. Поэтому, если вы хотите видеть обновление на моем канале, то поставьте галочку на «Все уведомления», где колокольчик. Спасибо за внимание. До новых встреч!